Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас очередная рубрика Находки с маркетплейсов. Сегодня я вам покажу привычные, любимые и многим знакомые киевские товары, которые сейчас можно найти на маркетплейсах, на Wildberries и на Ozone. Не буду долго болтать, мы все знаем наши любимые киевские товары, многие по ним соскучились, сразу поэтому начинаю. Первый товар это вот такие вот контейнеры для еды, пластиковые, которые можно использовать, и просто для того, чтобы сложить еду и убрать в холодильник, и просто оставить на столе, и даже убрать в морозилку. Контейнеры были такие в разных цветах, у меня вот дома есть точно такие же с голубой крышкой, как на видео показаны, их в наборе 5 штук. Если честно, я не помню, сколько они стоили в Икее, но сейчас на Wildberries их можно купить за 356 рублей. Вы, в принципе, можете не обязательно эти контейнеры найти, можете найти похожие, ссылку я оставлю в описании под видео, но это не значит, что нужно покупать именно вот эти контейнеры. Можете найти, не знаю, на Яндекс.Маркете, например, говорят, там тоже полно товаров с Икей. В общем, если найдете дешевле, обязательно напишите в комментариях. Мне эти контейнеры очень нравятся, мне кажется, если вы любите готовить, если у вас много еды и много человек в семье живет, то такие контейнеры точно нужны. Но вот мой муж их не любит, по той простой причине, что они непрозрачные. И когда ты у них что-то складываешь, убираешь в холодильник, есть риск просто забыть, и это все испортится. Поэтому подумайте, надо ли вам они или нет. Второй товар, такой же любимый, как и контейнеры, это вот такие вот органайзеры. Я их использую для холодильника. Несколько лет назад я их увидела в Икее. Сначала купила один, привезла домой. У нас в городе Икее не было, мы ездили в Казань все время. Привезла, поняла, что это очень удобно, и мы купили еще, по-моему, два или три таких контейнера. Я знаю, что многие их используют не только в холодильнике, в принципе, на кухне, на рабочем столе, в детской комнате, в гардеробной, в ванной комнате. Они универсальные, очень удобные, практичные, потому что они пластиковые. Их можно помыть даже, там, в душе или в раковине. Можно просто протереть тряпочкой. В посуду мойку не советую класть, положила, у меня один испортился. И самое главное, что они лаконичные, то есть на них нету никаких цветочков, узорчиков и вот этого вот всего. Они просто однотонные. Я, честно, скучаю по таким контейнерам. И вот нашла на Wildberries 10 штук за 799 рублей. Я не помню, почему мы покупали в Икее. Кажется, один стоил где-то 100-150 примерно. Размеры этого контейнера, который сейчас на Wildberries, 10 на 25 на 17 сантиметров. То есть они небольшие, но как раз такие, которые есть у меня, в них, в принципе, достаточно много всего помещается. Третий полезный икеевский товар, по которому тоже, наверное, многие соскучились, это вот такой вот органайзер для ватных дисков и для ватных палочек. Если честно, у меня такого не было. Я их видела в Икее, но не покупала, потому что просто нашла похожий в фикс-прайсе. Он стоил примерно рублей 150. У меня отдельный большой контейнер для ватных палочек и отдельная такая штучка для ватных дисков. Здесь это все два в одном. Мне кажется, он выглядит очень красиво. Цена всего 278 рублей сейчас на Wildberries. Наверняка можно найти дешевле. Поищите, если найдете, тоже пишите в комментариях. Четвертый товар. Просто я его обожаю. У меня дома таких несколько. Это вот такой вот стеклянный бокал, который называется бокал. Если честно, это самая низкая цена, которую я нашла. Сегодня 437 рублей за две штуки. И это, мне кажется, дофига дорого. Потому что мы такой бокал покупали за 39 рублей. Но Икее больше нет. В принципе, стекло качественное. Несколько раз я пыталась его разбить. Оно не бьется. Ну, если хорошенько постараться, конечно, разобьете. Но стекло реально хорошее. Мне кажется, своих денег стоит. Главное, что не за одну штуку, а за две. Это уже не так обидно. И, кстати, там есть разные цвета. Не только прозрачные. Есть розовые, голубенькие. Многие любят цветное стекло. Так что вот вам ссылочка в описании. И еще одни прекрасные мои любимые бокалы, которые вы много раз уже видели у нас в рецептах. Они у меня на канале постоянно появляются. Особенно зимой. Я люблю у них глинтвейн наливать или грок. Это вот такие вот бокалы. Тоже называется бокал, но они на ножке. Очень красивые. Тоже в свое время покупала я одну штуку за 39 рублей. Сейчас комплект, то есть пара. Пара-2. Стоит 443 рубля. То же самое, как и с предыдущими бокалами. Качество хорошее. Стекло приятное. Не бьется. Выглядит красиво. В принципе, если вам дизайн нравится, купить можно. И шестой. Последний товар в нашей подборке на сегодня. Это вот такая вот подставка под горячее. Я ее купила, наверное, сразу, как у меня появилась кухня. Буквально в первую же поездку в Икей мы поехали там покупать такие крючки, полотенца. Вот эту всякую мелочь, чтобы кухню как-то апгрейдить. Потому что она пустая была. И мы купили вот эту подставку под горячее. С тех пор она у меня живет. Стоит около плиты. Наверняка вы тоже ее много раз видели в рецептах. Это как раз и киевская. И я удивилась, что я ее нашла. Она стоит сейчас на Озоне 1100 рублей со скидкой. Она не ржавеющая. Можно мыть посудомойки. Конечно, я ее покупала сильно дешевле. Не помню. Ну, это и лет. Много уже прошло. И Икея тогда еще была. Но мне кажется, что, в принципе, за тысячу купить можно. Потому что живет она у меня уже, наверное, лет 7. И ничего ей не делается. Вот такие у нас сегодня получились товары из Икеи, по которым все соскучились. Если вы не соскучились и вам Икея никогда не нравилась, выскажитесь об этом в комментариях. Мы вас послушаем. Может быть, кто-то даже с вами согласится. Если вы знаете, где купить еще какие-то классные товары икеевские или очень похожие на икеевские, тоже, пожалуйста, пишите в комментариях. Пишите также ваши просьбы, какую подборку снять для вас в следующий раз. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok